Смотрите в выпуске. Башкирия простилась с Муртазой Рахимовым. Приехал даже Путин. Как это было? Три уфимских дома сидят без воды из-за постоянных аварий. Ресурсники говорят, что трубы принадлежат жильцам. Несогласованность и споры о финансах. Что улучшить в транспортной системе Уфы? С раннего утра люди выстроились в очередь у входа в государственный концертный зал Башкортостан. Они несли цветы и траурные венки – гробу первого президента республики Муртазы Рахимова. Политик скончался 12 января в возрасте 88 лет. Многие из пришедших проводить в последний путь Муртазу Рахимова были знакомы с ним лично. Я работала в президентском поле во времена Муртаза Рахимова. И я с ним объездилась в республику, была в командировках в Москве и Санкт-Петербурге. Но это любимый президент, поэтому я и пришла обращаться с ним. Ну, вообще могу сказать, что вот как журналист, что он нас всех знал по именам. Он даже знал, откуда мы родом, с какого района, из какой деревни. И всегда интересовался, как у нас дела, как мы доехали там. Я с ним работал 5 лет. Он президентом был. Я работал с обращениями. Я до сих пор удивляюсь. Внимательнее был каждому письмо. Представляете, мы по 8 тысяч в год пропускали обращения. И лишний прием много было. Каждому внимательнее был. До сих пор удивляюсь. На сцене рядом с гробом был выставлен почетный караул. В зале были слышны мелодии Курая. Вереница желающих проститься с Рахимовым шла непрерывно. В людском потоке были как простые жители республики, так и известные политики. Я знаком с Муртазой Габаровичем с 1986 года, когда еще он работал главным инженером у Финско-инвестиционного завода имени Алсарова-Партиеза. Человек глыба, человек эпоха. И вместе с тем очень человечный человек. В общем, самые такие искренние соболезнования родным, близким всем, всему Пашкортостану. Тот вклад, который внес Муртаза Габарович в формирование нашей республики, ну а для нас очень важна экономическая ее система, финансовая система, банковская система. Он просто неоценим. Он был очень человечным, простым, доступным. И, конечно, запомнится надолго таким. Отдать дань уважения первому президенту Башкирии пришел глава республики. Их знакомство имеет давние корни. Когда-то ради Хабиров возглавлял администрацию Рахимова. Это действительно невероятно, наверное, что почти у каждой семьи в Ашкортостане есть своя история, связанная с Муртазой Габайдуловичем. Есть добрая память. Очень многие вспоминают его рукопожатие, поддержку, добрые слова. Иногда укоры, иногда жесткие наставления. Прощайте, уважаемый Муртаза Габайдулович. На церемонии прощания был президент Татарстана. Рустам Мениханов вспоминал, что Муртазар Ахимов часто посещал их республику. Конечно же, это невосполнимая утрата. И Муртаза Габайдулович всегда будет в наших сердцах. Попрощался с Муртазой Рахимовым и первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев. Политиков связывали долгие годы дружбы. По словам огромной благодарности от татарстанцев, лично от себя, я хочу сказать, что работать мы знаем друг друга, мы братские народы с вами. Значит, нам удавалось находить общий язык и достичь успехов. Телеграммы с соболезнованиями прислали руководители государств и регионов России. Своё сожаление выразил патриарх Русской Православной Церкви. А мусульманское духовенство прочитало прощальную молитву. Чтобы проститься с первым президентом Башкирии, в Уфу прилетел глава государства Владимир Путин. Он сделал это в отдельном порядке и возложил букет цветов гробу. Русской Православной Церкви После церемонии прощания под минорную мелодию оркестра состоялся вынос гроба с телом Муртазы Рахимова. Траурная процессия направилась по улице Ленина в сторону улицы Пушкина, а затем последовала на мусульманское кладбище, где первый президент Башкирии был похоронен. Артур Бигнов, Андрей Лугоши, телеканал ЮТВ Каждый из нас ежедневно пользуется городской транспортной системой. Неважно, едем мы на общественном транспорте или на личном, или идем пешком. Любая такая система нуждается в постоянном улучшении. И Уфа здесь не исключение. О взаимоотношениях города и транспорта говорили на открытой дискуссии. Чтобы люди меньше передвигались на личном автомобиле, надо называть общественный транспорт. Если мы говорим, что мы хотим достичь каких-то показателей у себя в городе, чтобы нам было экологически удобно, комфортно, мы не задыхались, необходимо все-таки как-то людей пересаживать. Что мы для этого делаем? Расширяем дороги. Вроде бы что-то мы делаем не так, кажется. Одна из причин – отсутствие системного подхода к этому вопросу на уровне региональной и муниципальной власти. Свои идеи эксперты вынуждены презентовать разным чиновникам, которые вскоре покидают свои посты. Впрочем, не всегда есть согласие и между ведомствами. Необходимо создание какого-то департамента транспорта, так как сейчас у нас есть управление по ремонту строительства дорог, которые строят. Есть те, кто наносит разметку. Причем одни должны вроде как согласовываться с другими, но отвечают они перед разными начальствами. И одним деньги выделили на постройку дорог, а вторым не выделили на установку кистофоров. Одной из причин ухудшения транспортной ситуации эксперты вновь назвали демонтаж трамвайных путей с проспекта Октября. Еще раз отметили, что трамвай является лучшей формой общественного транспорта. Сколько бы вы не покупали автобусов, малых, больших, неважно, у вас просто не получится вывезти 11 тысяч человек в час. Просто не получится. Сколько бы вы там 100 автобусов купили, всех хлопнув, не получится. Потому что автобус не может вывезти 11 тысяч человек в час. Это может сделать только трамвай. Современный трамвай мог появиться и в Уфе, причем совсем недавно. Тогда власти вели переговоры с компанией Синара. Но стороны не сошлись в цене. Мы могли тогда еще начать и успеть к 2024 году закончить, но побоялись. У нас уже было все готово, было все посчитано. Уже с Синарой договорились. Сказали, ну слишком дорого, давайте еще кого-нибудь поищем. Кто-нибудь может дешевле цифру предложить, а потом произошли всем известные события один за одним. Сначала ковид, потом в прошлый год. И теперь та цифра, которая была, надо теперь умножать ее на 2. Тогда мы бы уже, если бы мы тогда осмелились, сейчас бы трамвай уже работал, выходил на самоокупаемость в следующем году. Тогда стоимость концессионного соглашения превышала 27 миллиардов рублей. Но власти Башкирии заявили, что им не подходит финансовая модель. На данный момент износ уфимских трамваев достигает 90%. Мы будем выглядеть дураками, если мы попытаемся исправить ситуацию, но сделаем это не так, как было необходимо. Если мы построим трамвай по Комсомольске, который будет ходить пустой, вот тогда мы будем выглядеть дураками. Хотя мы могли сделать это на проспекте, послушав специалистов, и внимательно отнестись к цифрам, которые они говорят. После дискуссии эксперты собрали замечания и обратную связь с пришедших горожан. В дальнейшем идеи активистов прозвучат в коридорах власти, рассчитывают организаторы. Андрей Шарыгин, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. В декабре на этом месте была утечка, ремонт здесь был. Здесь в среди ночи, в два часа ночи они стали ремонтировать. Уфимка Мария Ватолина сетует, что из регулярно протекающих подземных труб сразу три многоэтажки на улице Степана Кувыкина остаются без воды. Причем как горячей, так и холодной. И эти неудобства сопровождают их уже несколько лет. А летом у нас была проблема. Вот как раз в середине, вот здесь, где машины стоят, летом там раскапывали. Женщина также является юристом ТСЖ, которая обслуживает эти дома. Она показывает кипообращений, направленных в прокуратуру от имени жильцов. По ее словам, Во время протечек дозвониться до ресурсников не всегда удается. В таких случаях помогает лишь обращение в экстренные службы. МЧС там, видимо, наводит порядок, и приезжают сотрудники, ну, в зависимости от того, какая труба, в какой трубе утечка. То есть либо горячая, либо холодная. То есть либо уфаудоканал, либо мупуист. Однако ремонт, в свою очередь, приводит к эскалации проблемы, говорит Мария. Количество оставшихся без воды людей увеличивается. Начинает копать, соответственно, воду перекрывает. Но так как трубы и задвижки, получается, они в очень плохом состоянии, перекрывает не тот дом, в котором проблемы перекрывают, все три дома. В результате чего у нас все три дома сидят без воды. В Уфаудоканале отмечают, что возникновение неисправности при пользовании водоснабжением неизбежны. В подобных ситуациях работниками ГУП РБ Уфаудоканал предпринимается все оперативные мероприятия по устранению несоответствия на коммуникациях предприятия. Количество объектов, попадающих под плановое или аварийное отключение холодного водоснабжения технически сводится к минимально возможному числу. Но это не единственное побочное неудобство ремонта труб, говорит Мария. Иногда к отсутствию воды добавляется и отсутствие электричества. Раскапывали трубы, повредили электрический кабель. В результате чего у нижних, на первых этажах у нас находятся офисы, находится салон красоты, соответственно. То есть данные офисы были оставлены без электроэнергии. Я уж не знаю, каким образом происходили согласования, то есть знали, не знали про этот кабель. И причем это не первый раз уже было, кстати. Жильцам удалось провести собрание с участием ресурсоснабжающих компаний и администрации города. Правда, услышанное там изумило их, говорит юрист СЖ. Они говорят, они у нас на балансе не числятся, мы только их ремонтируем. Менять мы их не будем, потому что это не наши трубы, это не предусмотрено и прочее. Я, естественно, была удивлена. Я в первый раз слышала, что частное лицо, то есть прямо было сказано, что это трубы ТСЖ. То есть если это не наши трубы, значит, это ваши трубы. Похоже, что терпение жильцов трех многоэтажек уже на исходе. Последний год, по их словам, было особенно много отключений. Последний раз просто ни холодный, ни горячий одновременно не стало, и это вот так, хоп, по щелчку, и все твои планы идут на смарку. Ну, то есть это просто не вариант, тем более, когда еще маленький ребенок, это просто нереально так жить уже. Люди очень мучаются, у многих маленькие дети. Вообще воды никакой, ну, никакой воды нет, ни холодной, ни горячей, ну, так же нельзя жить. Короче, надо принимать хорошие меры, вырезать, ведь сейчас так нехорошие трубы, негодные трубы, и так, чтобы утечек воды не было. Тогда можно спокойно жить. Как сообщили нам в пресс-службе МОПУИС, трубы до самых стен дома стоят на их балансе, а сети горячего водоснабжения силами ресурсников поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Злополучную трубу планируют обновить. Летом прошли опрессовку. За этот отопительный сезон было зафиксировано одно повреждение, которое оперативно устранили в течение четырех часов. Капитальный ремонт участка включен в план на 2024 год. В УФА-водоканале также не стали открещиваться от трубы. Ее обновят еще быстрее. Замена участка водопроводья в районе домов 16-1, 16-2, 16-3 по улице Кувыкина запланирована до конца 2023 года. Правда, верить на слово жители трех настрадавшихся многоэтажек не хотят. Они ждут от ресурсников письменных гарантий. Артур Бигнов, Нургизар Газимулин, телеканал ЮТВ. КАКОПОДИОМОЛЬНЫЙ ЧАСТИ КАКОПОДИОМОЛЬНЫЙ ЧАСТИ Продолжение следует...